Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня пользу Бройзли. Штребух! Чё ты прячешься, вылазь давай. Всем привет, ребятки! С вами Штребух, и вы все хотели увидеть рум-тур, посмотреть на квартиру, в которую я переехал. Говорю сразу, братва. Ставим 4000 лайков, и я выпускаю рум-тур... Эээ... Чего, блядь? Проехали, ребят, проехали, ну его нахуй. Какой рум-тур если мы бы снимаем? А, ну мы же и так рум-тур снимаем. Да ну нахуй! Короче, братва, эта квартира трехкомнатная, можно даже сказать четырехкомнатная, стоит она 30 тысяч рублей в месяц. Очень обидно, что это не моя квартира. Ну ничего, когда-нибудь в жизни, может, на помойках поднимусь и заработаю на квартиру. Всё, погнали смотреть с самого начала. При входе в квартиру меня всегда ожидает вот этот коридор, вот тут вещи висят, обувь стоит, тут мои ботинки для того, чтобы по помоечкам ползать. Вот такие вот, вообще топовые. Здесь висит куртка армяне с помоечки, я в ней хожу, ну как бы на выход днём. А вот это куртка для помоечек от бренда... Коламбия. Коламбия. Коламбия, да, Коламбия Пикчерс, короче, по помойкам не ползаю. Ну и в принципе всё, тут больше показывать нечего, идём дальше. Дальше меня всегда ожидает вот этот коридор. Коридор большой, диван классный, раскладывается. Здесь всегда отдыхают мои гости. То есть Дима Шашлык или Базай Денис, ну или ещё кто-нибудь. Да и в принципе, что тут рассказывать, всё. Вот, вот эту хуйню я хочу на Авито выстоять, продать. Нам хозяйка квартира разрешила. Здесь лежит фонарик для того, чтобы искать находки в помойках. И их даже два. Я, кстати, вот недавно ещё один такой же купил, Армитек Эльф-Ц2. Кто не знал, у меня вот такой фонарик. С помощью этого фонарика, суперпидатого, я добываю находки в помойках. Вот, ещё телевизор с помойчик принёс вот этот, чтобы Дэнди подключать. Ну, Дэнди пока поломана на обучении. Ну, короче, не об этом речь. Вот, дальше здесь стоит большой шкаф, охуенная люстра, очень низко висит. И я постоянно об неё цепляюсь, или головой, или рукой. Могу ещё вот зацепить ногой, ребятки. Так, дальше посмотрим ванну. Вот, ванне, тут в принципе ничего смотреть. Машинка стиральная, пиздец, офигенная. Так, дальше коврик, вот, и вот моё любимое кокосовое масло для дрочки. Просто изумительное. Вот всегда здесь стоит, чтобы было всегда под рукой у меня. Моя полочка с мыльным рыльным. Old Spice Ibiza из помоечки. Мажу подмышки, кайфую. Также Gillette Series после бритья. Не использую, просто стоим. И элитный спорт с рынка духи. От бренда Le Zelle. For Men. Кстати, тут ещё есть вот мои любимые духи, которые я нашёл в помойке. El Cell Loran Black Opium. Офигенные, ребят. Всем советую. Ну, правда, запах такой себе, очень сладкий. Ну, типа, не каждому подойдёт. Я просто очень люблю сладкие запахи. Так, дальше давайте осмотрим кухонку. Но перед этим толка. Толчок комфортабельный. Очень люблю здесь высирать личинки. Сверху лежит туалетная бумага. Папия. Вот. Ну, в принципе, больше тут сказать не... А, стоп! Нет, ребятки. Здесь же есть вот такая штука. Это, ну, чтобы жопу подмывать. Я ни разу не пользовался, но в будущем хочу попробовать. Ну, типа, посрал и сразу жопу помыл. Работа эта восхитительна. Как-нибудь применю в бою. Но не думаю, что захочу. Потому что пальцы-то говном всё равно вонять будут. Дальше идём в кухню. Кухня, кстати, большая, офигенная. До этого я в студии жил. У меня кухня там была совмещена с комнатой. А здесь кухня отдельная. Это просто восхитительно, ребят. Недавно приезжал мастер, чекнил подсудомоечную машинку. Вот здесь всё. Поломано. Ну, это просто корпус сняли. Она была пробита насквозь. Там сквозная дырка была от ножа. Ну, мы всё починили ребятки. И теперь она работает изумительно. Дальше здесь есть вот такая вот уходная духовка. Мне можно запечатить, курочку зажарить. Там крылышки пожарить. Чайничек вот этот, Део, из помоечки. Себе самое лучшее оставляю с помоей. Самое крутое всё в дом. Я, ребят, признаюсь честно, я не бухаю, но первый раз в жизни решил попробовать сделать бражку. Вот нашёл в помойке целый ящик винограда. И начал уже его сортировать для бражки от веточек отламывать. Чтобы потом сделать винишко забродившееся, там, вот, вмазать, ребят, под Новый год. Хочу бражечки на Новый год. Так, ещё хочу вам показать холодильник. Сейчас вы узнаете, чем я питаюсь. Вот. Холодильник, кстати, очень большой, офигенный, вместительный. Здесь, короче, всякие сушёные ягоды. Морозильная камера. Дверка закрылась. Эта дверка двигается, открывается. Здесь чуть-чуть Кока-Колы есть. Супер Кит. Вот это я не знаю, кто покупал. Но это не из помойки. Здесь супчик. Два лотка яичек. Здесь немного овощей. А сейчас покажу, что из этого всего из помойки. Вот этот соус из помойки. Вот этот соус из помойки. И вот этот соус из помойки. Находил, кстати, на стриме. Как вы могли заметить, по еде не особо густо. Но я из-за этого, в принципе, не расстраиваюсь. Потому что я поем на помойках обязательно, ребятки. Ведь помойка кормит. Так, ну а это, собственно, балкон. Здесь нет ничего интересного. Обычный балкон. Не особо большой тут стоит. Хозяйское всякое барахло хозяйки квартиры. Больше тут смотреть, в принципе, то и не о чем. А это, братва, комната Кати. Вот здесь живет Катя. Это первая жилая комната в квартире. Вот здесь висит вот такой телевизор хайер. Это не наш телек, он здесь был. Стоит здесь огромная... Блядь, даже пятиспальная кровать большая. Тут вообще можно по кайфу чилить. Но здесь не я сплюсь. Здесь Катюха спит. Вот подсветку недавно купила. Вот старый комод с нашей старой квартиры тут стоит. Чуть-чуть у нее попсиколы, водичка, косметика там. Короче, ничего, ребят, интересного. Кроме подсветки и плазмы, тут вообще ничего интересного. Пошлите дальше. Ну а теперь я вам покажу мою с моей девушкой спальню. Вот, покажу место, где я сплю. При входе в комнату можно увидеть вот этот огромнейший просто диван. А на нем, кстати, лежит моя кошка Соня. Вон она. Сонечка. Братва, это моя кошка. Посмотрите, какая красивая, шотландская, веслоухая. Очень ее люблю, ребят. Очень сильно. Блядь. Помогите мне. Компьютер. Второй компьютер у нас дома. Вот этот компьютер я собирал в гараже. Кто помнит, этот комп был в гараже для стримов. Сейчас в гараже минус, поэтому нельзя там держать компьютер. И поэтому этот компьютер стоит здесь. Также здесь стоит музыкальный центр, который я уже показывал на своем канале. Колонки. Здесь лежат мои шмотки. Вот трусы из помоечки. Вот эти тоже из помойки. Вот эти мне девушка покупала. И еще вот эти Демикс тоже из помойки. Ну, помоечка дарит нижнее белье. Не знаю, что еще добавить. А еще в этой квартире есть особенная комната. Она очень маленькая. Это гардеробная. Здесь висят шмотки и есть полочки для хранения различного барахлишка. Здесь у нас обычно стоят вот чемоданы. И мы здесь утюгом гладим одежду. И это утюг. Да. Утюгом мы гладим одежду. Вот. Кроме утюга тут ничего классного больше нет. А, нет. На самом деле есть. Есть еще один утюг. Вот такой Тефаль. Вот этот утюг, кстати, из помоечки. А вот этот мы с девушкой покупали. Они, кстати, почти одинаковые. Хотя нет. Они одинаковые. Логично. Ну, все. Тогда все. Идем дальше. Ну, а теперь, братва, настало осмотреть мою, собственно, комнату. Личную. Прошу. Вот она. Посмотрите, какая. Такая небольшая, классная комната. В общем, мой личный, короче, кабинет. Мое рабочее пространство. Я, блин, всю жизнь о такой комнате мечтал. И, наконец-то, она теперь у меня появилась. Все, что нужно сделать в этой комнате, так это шумоизоляцию вот такую. У меня есть всего лишь три поролона. Я хочу полностью все стены им обшить, чтобы эхо не было. Потому что здесь эхо прям вообще нереально жесткое. Это мое игровое кресло, которое я нашел в помойке. Я показывал это кресло в обзоре находок. Изначально оно было без вот этой подставки. Я снял эту подставку со своего старого кресла и просто ее прикрутил. И получил игровое кресло от бренда Red Squared на халяву. Ништяк. Помоечка дарит игровые девайсы. По бокам компьютера стоят вот такие вот полочки, которые были в этой комнате при заезде. Здесь стоит пустая банка от энергетика моего любимого. Вот такая огромная кружка с пакетиком от чая. Находил ее, кстати, в помоечке. Также принтер из помойки. Фальшивые доллары. Мой вейп, жишка. Здесь оборудование для съемок. Вот, кстати, недавно прикупил вот эту штучку. Вообще, ребят, топовый микрофон. Я думаю, вам слышно, что это нормально звучит. Вот это я не знаю, чье мне подкинули. Да-да. Так, ну здесь, в принципе, больше нечего показывать. Перейдем к столу. В ящике у меня, смотрите, что лежит. Настоящий доллар, который находил в помоечке. Порванные 50 рублей. Расческа для усов. Блок питания. Чуть подсветки. Вот эта штука для бутылок с помоечки. В общем, ничего такого интересного. Здесь стоит инфу из помоечки от бренда HP. Нужно будет поменять картриджи или заправить их. Не знаю, короче. Вроде бы он рабочий. Находил в помоечке. Также тут лежит хромакей. Коробка с барахлишком. Чехлы для айфона. RGB-подсветка. Бакорезы, которые я сблизил у нас в своей старой работе, где раньше на стройке работал. Вот такая штука. Но я не знаю тоже, чье это. Это мне подкинули хейтеры. Чехол, кстати, здесь лежит для айфона. Вообще топовый. Находил в помоечке, ребят. Но я с ним не хожу, потому что, когда я его одеваю, телефон плохо сеть ловит. Поэтому лежит он здесь и ждет хороших времен. Здесь лежат мои любимые очки из помойки. Они для компьютера, не для зрения. Смотрятся круто. Помойка дарит очки. Вот еще помоечка порадовала меня. Вот таким проектором показывал его в обзоре находок из помойки. Перцовочка, которую находил в помойке. Мой второй телефон для связи, айфон пятый, который мне подарил подписчик. Кстати, если смотришь, спасибо тебе огромное. Он пришел на барахолку и просто мне его подарил. Я просто, ребят, офигел. Вот этот чехол от бренда Сваровский тоже был найден в помоечке. Не знаю, оригинальный или нет, но смотрится круто. Здесь еще лежат игровые наушники Fotech из помоечки. Рабочие. Но изначально были вот здесь поломаны. Я их заклеил. И все прекрасно работает. Снизу лежат там от хромаке крепежи. Вот еще штатив из помоечки. Также кольцевой свет вот этот большой. Из помоечки, братва. Вот этот кольцевой свет тоже из помоечки. Вот эта лампа из помоечки. Вот эти колонки огромнейшие. Смотрятся вообще офигенно. Они тоже из помоечки. Кстати, надо будет их в обзоре находок показать. Что-то я забываю про них. Модель колонок, ребят, Defender R2700. Звук в этих колонках такой себе. Не особо классный. Но в принципе на халяву сойдет. Также у меня есть второй монитор для стримов. От бренда Samsung. Был найден в помоечке. Прелесть этого монитора в том, что он может вот так вот поворачиваться. Это типа супер круто для стримов. Микрофон вот себе прикупил недавно. Это микрофон Blue Yeti. Звук просто шикарнейший. Брал на Авито за 6000 рублей. Подставка для наушников. Вот эта вот труба, это вообще кронштейн для крепления монитора. Но я использую эту трубу как подставку для наушников. А висят здесь у меня наушники HyperX. Были найдены в помоечке. Были ушатанные в них изначально амбрашуры. Я их поменял и все работает просто восхитительно. Звук офигенный. Кому интересно узнать модель наушников, она перед вами. А вот здесь, ребят, висят легендарные просто очки. Покупал я их, братва, в Глории джинс за 40 рублей. Это детские очки для флекса, ребят. Они просто сказочные. Посмотрите, как смотрятся-то охуенные. Клавиатура. От бренда CoGuar с подсветочкой. Стоит такая примерно 3,5 тысячи рублей. Модель клавиатуры Core X. Также здесь есть монитор Philips на 27 дюймов. Обычный Full HD монитор. Коврик футэч. Мышка Блуади футэч. Оптик Моус А91. Я не киберспортсмен, поэтому я думаю, вообще всем поеб... На эту мышку. Кстати, ребят, для стримов купил просто шикарнейшую веб-камеру. Эта веб-камера стоит 16 тысяч рублей. Это Logitech Brio. Вы представляете, у нее есть поддержка 4К. То есть стримить можно в 4К. Качество просто офигенное. Как будто на какую-то зеркалку снимаешь. Короче, на эту веб-ку стримлю и иногда снимаю видосики. Веб-ка просто... Ну, это мой компудактер. Обзор на этот компуктер есть на канале. Кстати, когда я снимал тот обзор, у меня он троттлил, потому что я не настроил кулера. И в итоге процессор перегоревался. Компьютер просто шикарный. Корпус офигенный. Мне он очень сильно понравился. Корпус чисто внешним видом. Ну и вообще тут очень продуваемый. Вот так вот залетает воздух, оттуда вылетает. Просто шикарно. Кто тут, блин? А вот здесь у меня лежит оборудование для съемок. Вот штатив, ветрозащита, зарядка для батареек, крепление для телефона на велосипед. Не знаю, что оно тут делает, но пусть лежит здесь. Стол монтировал подсветочку. Вот здесь есть кнопочка. Она включается-выключается. Просто вообще кайф, ребят. Киберспортивный стол. Кстати, вот эта штука из Икеи, а столешницу находил на помоечке. Помоечка дарит. Киберспортивный стол. Ну, конечно, если руки не из жопы. А вот это, пожалуй, самая интересная часть моей комнаты. В этой комнате живет Шустрик. Так что это тоже его комната. Вот. Он спит на вот таком пледе белом, кайфует. У него есть вот такая вот рыба, которая пропитана валерьянкой. Шустрик просто мега мощный дрифтер. Кто не знает, это мой кот-инвалид, которого я нашел на помоечке. Спас ему житуху, и теперь он просто кайфарик, ребят. Короче, я его люблю, ребят. Пусть иногда кричу на него, но я любя. Да, Шустрик? На рыбу. Мау. Шустрик, мау. Сейчас покажу вам, как он ползает. Шустрик, иди сюда. Шустрик. Если вам понравилась квартира, ставьте лайки, пишите ваше мнение о моем жилище в комментариях. С вами был расхититель помоечки Штребух. Встретимся в следующих видео. Ну, а я погнал перебирать виноград и делать брашку на Новый год. Кстати, всех с наступающим Новым годом. Пусть вас кормит мама, а не помойка. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok